добрый вечер мои друзья я рад что мы опять встречаемся здесь и вечером становится все более интересно потому что получается диалог и поэтому я вчера смотрел привет и тех кто меня смотрел и слушал в комментариях это были например лена из сибири из омска не очень приятно что она тоже нас слушаешь привет из гамбургера вячеслав слава я знаю что он из канады пишет свои комментарии но есть еще другие города я смотрел и и грузия привет из украины и так далее мои друзья о добрый вечер вячеслав я сейчас только сказал что ты из канады слушаешь и мне приятно смотреть и общаться с вами видя что вот есть люди очень разных стран с разных уголков планеты и это общение становится тогда очень интересным и вот в связи с вашими комментариями вчерашним я бы хотел сегодня создать материал и надеюсь он тем более будет практичным нужными интересным когда делается по заказу вот и мне было интересно размышлять на тему во первых про отношения все-таки отношения семейные то как мы живем друг с другом младим это самое важное вот то что нужно решать это что влияет на наше самочувствие это наше отношение с другими людьми и так один из вопросов это был вопрос по поводу обидчивости влияет ли ли на развитие человека его обидчивость это очень хороший вопрос но еще вопрос насчет отношений он звучал следующим образом уважаемый радостов что вы скажете по привязанности человека как зависимость то есть иногда привязанность и это отношение нельзя здесь нельзя даже сказать нормальными отношениями здоровыми отношениями основаны основаны ними на каких-то принципов на Libby а это привязанность или зависимость значит человек как-то увязаны и не может от этого избавиться как от зависимость как зависимость cat зависимость такие отношения могут быть не просто неприятными а даже вредны для здоровья, хотя они затягивают. Это две интересные темы. Но насчет обидчивости, так что, друзья, пишите далее ваши вопросы, я буду с удовольствием их как-то изучать, исследовать и я озвучиваю их публично, даже когда они будут в комментариях публичных, тогда я понимаю, что это для всех и все смотрят, я могу назвать имя, кто этот вопрос задал. Не думаю, что это скрыто. Насчет обидчивости, а Ольга спросила. Ну и вопрос о этих отношениях. Анжела. Если есть вопросы такого личного со всем характером, тогда я понимаю, что вы будете писать в мои личные сообщения, так чтобы другие об этом не знали и тем более, конечно, можно отметить, что это просто мой личный вопрос и ко мне, и мы можем лично общаться. Или можно обсудить это публично, но не называя, кто задал этот вопрос. А если что-то находится, такие вопросы в публичных здесь, в комментариях, под эфиром, под видеороликом потом, я понимаю, что это для всех и ничего секретного в этом нет. Но на самом деле тема, которая касается и вопросы, касаются многих и поэтому мне еще раз говорю, очень приятно, что вы пишете такое. насчет обиды. Я в сегодняшнем эфире даже хочу назвать обида, это такой сигнал для нас. Вообще многое, что происходит в жизни и в семейных отношениях, и трудностей, вот все, что происходит, это некоторого рода сигналы, на которые мы должны реагировать, мы должны уметь читать эти сигналы, не думать, что что-то является какой-то проблемой. Это сигнал. Тогда мы подходим к какой-то информации, как к уроку. Это может быть для нас полезным. И это очень правильный подход. Это лучше так смотреть на все происходящее. Даже если много неприятного происходит, мы можем делать из этого проблему. И тогда так это называем. И тогда нам опускаются руки. А если это сигнал, мы понимаем, что это просто урок для нас. И мы даже с проблематичной ситуацией мы можем чему-то учиться. И так происходит тоже с обидой. Вообще немножко поразмышляем о самом слове обида. Потому что есть такое даже стих в Библии, что обида лежит в сердце глупого. То есть говорится, что глупо. Это притча из Библии. Глупо обижаться. Но с другой стороны, посмотрите, что обижается человек, которого обижают. То есть если кто-то, кого-то мы обижаем каким-то поступком, плохим словом, оскорбили человека, причинили ему вред. Мы обижаем кого-то, поэтому человек и обижается. На самом деле, на первый взгляд, вот чувство обиды не должно быть каким-то странным. То есть мы чувствуем себя неприятно или плохо, потому что кто-то поступил по отношению к нам неправильным образом. С нашей точки зрения это было несправедливым. И поэтому такие чувства, как обида или такое возмущение, гнев. Некоторые люди осуждают гнев. Как ты можешь гневаться? Или там, что это, скажем, ну нехорошее качество, чувство, эмоции, отрицательное. Надо избавляться, бороться с этим, сдерживаться. На самом деле гнев это естественная реакция на несправедливость. И даже не только на нашу несправедливость, когда нас обижают. Скажем, кто-то повел себя по отношению. Нас обманули. Это несправедливость. Нас ударили, оскорбили, унижили. Это все разные виды несправедливости. На рабочее какая-то ситуация произошла где-нибудь. Нас несправедливость, вот она задевает нас и появляется гнев. Кто-то скажет вот в такой же ситуации, что это чувство обиды. Мне обидно, что так кто-то сказал. Поэтому это синонимы. Даже трудно было бы даже сейчас прямо сказать. В данной ситуации я испытываю обиду или гнев, или возмущение. На самом деле это простая реакция, когда по отношению к нам кто-то поступает неправильным образом. Нас нарушает наши какие-то, ну не просто границы. Делает что-то против нас. С нашей точки зрения. Потому что иногда мы можем воспринимать как что-то нехорошее для нас. Но на самом деле это был, например, совет. Кто-то нам дает хороший совет. Но он нас возмущает. То есть мы можем обижаться. Мы можем возмущаться, потому что на первый взгляд кажется он не к месту. Или это каким-то образом унижает нас, потому что я чувствую себя дураком. Почему тот, кто меня учит, он всегда умнее получается. А нам, если у нас какие-то комплексы, не хотим чувствовать себя дураком. То есть у нас есть комплекс неполноценности, где-то там есть. То нам не легко принимать советы, потому что всегда мы чувствуем, что тот, кто меня учит в данной ситуации исправляет, получается, я глупый, а он умнее меня. Вот это автоматически происходит очень часто. Человек даже не успевает об этом подумать. Но вот этот момент есть, что мы тогда, когда нам кто-то исправляет нас, учит, показывает ошибку, мы возмущаемся, обижаемся на это. Потому что у нас есть что-то с нашей самооценкой не так. И есть такая вот, если речь идет о этой обиде, почему я говорю это сигнал? Например, это первая информация, которая уже к нам поступает, насчет нашей самооценки. Обида – это может быть такой сигнал, который говорит о том, мы обидцы человек или просто время от времени обижаемся. Если у нас такая тенденция есть, значит, что-то с нашей самооценкой не так. Это вот сигнал для нас. И на самом деле, посмотрите, если мы склонны себя анализировать, наблюдать за самим собой, слушать других, что они о нас думают. Я вчера об этом говорил. И если для меня они не слушают или пишут, Ольга написала, что насчет обидчивости, если это ее касается, потому что это просто был вопрос. Но если касается, посмотрите, что происходит тогда. Тогда человек, он сам себя исследует. И поэтому для меня я горжусь людьми, которые спрашивают про себя, у меня вот что-то такое-такое, и что с этим делать. Я горжусь людьми, которые... Это и есть очень хороший шаг к развитию самого себя, к тому, чтобы человек лично развивался, избавлялся от каких-то ошибок, несовершенств, трудностей, чтобы он поднимался, становился лучшим. То, что человек ищет способа, чтобы самого себя исправлять. Он умеет сам оценить, кто он такой, и видит свои, но нехорошие стороны, и ищет информацию на этот темат. Это супер просто, если вот такие люди есть. Когда иногда кто-то пишет и спрашивает про кого-то, как исправить меня вот этого человека, там мужа проучить. Вот это тоже я понимаю, что иногда нужно, но все равно мы с другим человеком ничего не сделаем. Даже если мы хотим помочь мужу кому-то, с кем-то из конфликта, и хотим этот конфликт, скажем, решить, но все равно мы должны думать, что я могу сделать в этой ситуации, потому что я другого человека ничего заставить не могу. И так я вернусь к этой обиде. Если человек обидчивый, иногда это тоже сигнал, что он очень чувствительный, и сейчас я потихоньку буду переходить к второй теме уже. Есть у нас такие неприятные эмоции, которые присутствуют, как фон такой, на заднем плане, о которых мы не задумываемся. Но кто-то раньше сыграл вот на этих чувствах. Есть чувство стыда, есть чувство гнев, есть тоже страх. И вот это неприятные такие чувства, которые мы испытываем. Эмоция такая, ну, гнев или стыд, страх. Нам бы хотелось этого не испытывать. Вот естественно, если мы испытываем в определенной ситуации, когда, например, есть повод для страха, есть повод для стыда, мы что-то сделали, да? А вот есть люди, которые каждого дня, и какое-то чувство у них доминирует, скажем, стыд доминирует у человека. У другого человека доминирует страх. И он как фон. Он каждого дня, с утра до вечера, немножко живет в страхе. И немножко живет во разных ситуациях, у него проявляется этот стыд. И когда есть еще повод для стыда, тогда у него этот человек, он сверхчувствительный на ситуацию. Скажем, если человек, он живет постоянно в страхе, есть что-то, какие-то поводы для страха, да? У этого человека, он будет сверхчувствительный. Для него это будет уже ужас. Или человек, например, я что-то не так сделаю, мне будет стыдно. А человек, у которого проблема является за многие годы уже чувство стыда, то есть я в какой-то ситуации, мне будет стыдно, будут красные пятна, я там, ну, ну, неловко себя почувствую. А человеку, у которого есть эта проблема уже, для него это может быть убийство. Он подумает уже, наверное, мне уже жить не хочется, наверное, мне надо прыгнуть из небоскреба там вниз и покончить с собой. Потому что откуда это берется? Естественно, что нам это заложили. Так нас воспитали, и мы получили вот такое в подарке в своем детстве. Воспитание на основе страха. То есть нас родители воспитывали и принуждали к послушанию при помощи страха. Например, что нас будут наказывать. Мы должны бояться власти в семейной жизни. Повышали тон голоса, это нас пугало. Наказывали физически, пугали каким-то образом, разным образом, что я тебя брошу и так далее. Другого могли вводить в чувство стыда, чтобы заставить послушание. Могли говорить, ты что, дурак там, и так далее. Или выщмевать его перед другим. Посмотри, какой тот умный, а ты что, идиот там, и другого такого рода высказывания. Но это само воспитание, это другая, скажем, проблема сейчас. Но так или иначе, мы можем расти вот с таким чувством, с чувствительностью на стыд или на страх. Ну и сейчас, потом у нас симптомы появляются, как, например, обидчивость. То есть вот есть вот проблемы у человека, которые могут возникать из детства. Например, у него есть какой-то низкая самооценка. И каждый раз, когда кто-то хочет ему что-то показать или сказать, вот это можно по-другому сделать, такой человек, он резко реагует, обижается. Потому что на него это в очередний раз кто-то показал, что он идиот. То есть трудно принимать, скажем, исправление. Такой человек трудно учиться у кого-то, потому что это задевает его чувства, где-то, ну, скажем, гордость. Он чувствует себя униженным в этих ситуациях. Поэтому человек обижается, когда кто-то его исправит. Это, к примеру. Но, с другой стороны, это не означает, что такой человек не учится. Потому что есть такие примеры, вы знаете. Когда человек, например, не обиделся, мы дали ему совет. Он выслушал, сказал спасибо, а потом все равно делает по-своему. А люди иногда обижаются, то есть они чувствительны. Он, скажем, там получил совет, он возмучился, там, обиделся. Ну, обиделся на короткое время, на один день на этого человека, но все равно потом задумался, прислушался, обдумал и принял совет, как-то ввел его в жизнь и применил на практике. И, получается, он исправил себя, получил этот совет. Хочем вначале он просто эмоционально, может, не скажем, вспыльчивый человек, но просто на эмоциях он, скажем, обидчивый и сразу реагирует отрицательно. Но впоследствии через там день он применяет этот совет и может потом скажет спасибо. Но первый рефлекс у него такой. Так что обидчивость, но тема довольно такая широкая. Но мы здесь приходим тоже к такому моменту, как это наши отношения, где, как прозвучало в этом предложении, в комментариях, это привязанность, а может и зависимость, это даже непривязанность. Но даже слово привязанность, оно уже такое имеет отчинение к неприятной, что мы к кому-то привязаны. Уже мы не свободны. То есть, понятно, я привязан к своей жене. Это и правильно. Есть лица, личности, к которым я должен быть привязан. Это правильно. Но иногда может быть привязанность, она не очень. То есть такая, где мы разорвать этих отношений потом не можем, а может было бы правильно. И речь идет, наверное, об этой зависимости от другого человека. Обычно это слово зависимость мы используем по отношению к алкоголу, к каким-то вредным привычкам. Слово зависимость, азартные игры, сексуальная зависимость, зависимость от еды, но она есть правильная. Но иногда люди злоупотребляют едой. То есть, что происходит как с алкоголем с продуктами питания, азартными играми, люди регулируют свое эмоциональное состояние при помощи каких-то еды, алкогола. Но сейчас в отношениях тоже используется это выражение, что это как будто зависимость. Например, это применяется, к примеру, в семье есть проблемы с алкоголем, муж алкоголик, и это так говорят даже терапевты, что она как живет в зависимости от своего мужа. То есть, там нет нормальных отношений, она продолжает с ним жить, несмотря на то, что тот не просто пианый приходит и сбивает эту жену, и зевается над ней, он не дает денег. Там не просто уже мягко говоря проблемы, там уже патология и так далее. Это опасно для ней, для детей, а она все равно живет с этим человеком и не может решить проблемы, порвать отношения или просто конкретным образом взяться за это. И тогда говорится, что она созависимый человек или в зависимости от этого человека находится. Как это понять, что можно быть в зависимости от человека? Жена разве получает, так как он от алкоголя какой-то кайф? На самом деле, есть такие моменты. Мне бы не хотелось сейчас широко отклоняться в тему зависимости, например, от алкоголя. Это очень интересная тема. Если будут вопросы, пишите. Но вот с алкоголиком есть вот примерно так, что он довольно мало получает какого-то кайфа от того, что он делает. Представьте себе, он же не каждую минуту употребляет. И на самом деле, потом такой человек, он начинает просто употребление умеренно, поднимает настроение, когда ему эмоционально трудно, потом привыкает к этому лекарству. Но потом получается, что он время от времени только может себе купить, употребить, и это срабатывает на 20, ну на 2 минуты, на 20 минут. Это приятное состояние. А потом опять уже голод, и потом время, долгое время, пока он сможет опять что-то употребить. И это замкнутый круг получается. Но на самом деле этого приятного состояния не так много. И потом удивление, почему этот человек, он все равно к этому возвращается. То есть это ему так разрушает жизнь, а этого приятного состояния только там в тот момент, когда он начинает употреблять, а потом это где-то уже все пропадает. Уже нет такого удовольствия. Начинается все от этих эмоциональных трудностей, когда человек не справляется с некоторыми эмоциями. И вот я вернусь к тому, что было сказано. Это стыд, страх, гнев. И очень трудно вот с этим жить постоянно. Есть люди, которые живут в чувстве стыда. И представьте себе, такой человек, ребенок вырос, и с годами он этим мучается. Вот каждая ситуация, и ему стыдно. Это очень отрицательное, такое неприятное чувство. Кто-то живет в страхе, кто-то в гневе, и он должен его сдерживать. Например, есть люди, которые агрессивные, вспыльчивые, они сразу видно. А другой, он держит в себе этот гнев. И непонятно, что лучше. И тот человек, он внутри себя разрушает, держа вот эти эмоции сильно. И когда человек употребляет алкоголь, все это напряжение, оно исчезает. И тот, который чувствует, скажем, стыд, и ему этого накопилось всего, он чувствует в себе прекрасно в течение недолгого времени, когда употребит, например, алкоголь. Такой человек, вы заметили, он может выступать на сцене, он начинает петь. Так у него комплексы. Ну, а когда выпьет, он оказывается певец. Мы не знали, что у него такой голос красивый. И это чувство, что человек, знаете, на вершине мира. Вот очень сильный контраст такой человек испытывает. То есть он подавлен в этом чувстве, а потом в этом отношении он вдруг получает, ну, свободу, как бы, как короче. Человек, скажем, он униженный, он живет в страхе. А потом вдруг, когда выпьет, он самый сильный, вступает в драки, хотя у него никаких оснований нет для того, чтобы кого-то побеждать, но он чувствует себя героем, как будто он непобедительный. Непонятно почему люди так себя ведут, так на них действует алкоголь. Вот в этом проблеме, в этом чувстве, они мучаются, и тут вдруг все это отключается, и вторая крайность у него получается. Итак, смотрите, что вот на этой основе люди начинают употреблять, потому что хотя бы некоторое время они чувствуют себя сильными, умными, то есть начинают мудрые вещи рассказывать, кто-то там с телевизором некоторые разговаривают, с политиками спорят, причем никто их не слушает, только этот телевизор. Он такой умный, выпьет и разговаривает с телевизором, он умнее, чем эти политики, конечно. Другой человек, он, как я сказал, может драки сплать, кто-то поет, кто-то анекдоты рассказывает, хотя так обычно он этого не делает. Появляется самоуверенность и так далее, кто-то самым красивым становится в своих глазах, когда выпьет. И сейчас, смотрите, нечто подобное, вот я так сейчас порассказывал, для того, чтобы мы попытались понять, что происходит с женой, например, алкоголика, который может быть агрессивным по отношению к нам. И мы вот эти отношения называем, что это какая-то неправильная привязанность или зависимость. Она тоже получает время от времени такая женщина кайф. Эти люди не случайно вступают в отношения, они дополняют друг друга. обычно этот человек, который является алкоголем, у которого зависимость, для того, чтобы он мог это делать годами, заниматься употреблением алкоголя, ему нужно где-то спать, ему нужно кушать, ему нужна работа. Это так просто не получится с утра до вечера гулять и нужны же деньги. И эта проблема очень медленно развивается. И параллельно с этой проблемой уже, возможно, в 15 лет некоторые начинают свою зависимость, даже если проблемы серьезно не возникли. И начинается манипуляция у такого человека, если речь идет о эту проблему. Для него это очень нравится. Например, даже для подростка мама говорит, чтобы он этого не делал, но он найдет всегда оправдание. И алкоголик манипулирует информацию, он всегда сумеет оправдать себя, чтобы были поводы, другие меньше употребляют. Да ничего, просто у меня такая ситуация, то есть разным способом для своей жены потом уже, не просто для мамы дома, для своей жены, он всегда сумеет объяснить, что были поводы употребить, например, алкогол и там на пиццу на счет зарплаты. И она ему верит. То есть этот человек, он такой искусственный манипулятор и актер. И он использует окружение алкоголики, человек в зависимости наркотической, в любой зависимости, он использует окружение финансовым образом. Все окружение решает его проблемы, которые он создает. И все они задействованы в том, чтобы покрывать его, прятать, не говорить другим людям о том, что происходит дома. Он такой человек, он в центре внимания и всех он манипулирует так, что это продолжается, скрывается многие годы. Все от этого страдают, но не могут как-то выйти из этой ловушки. То есть качество этого человека отрицать свою проблему как можно больше и манипулирует он окружающим. И сейчас такая жена, она вступает в отношения, в отношения, как будто дополняет его в этой манипуляции. То есть где-то уже в молодости эти люди быстро они подходят друг к другу. Этот человек мы можем назвать, эта женщина с качествами жертвы, хотя здесь просто таким одним словом появляется может какой-то образ и не до конца мы это понимаем, почему жертвы. Это может быть ребенок семьи, где тоже были проблемы, где например отец там употреблял и эта женщина конечно она этого не делает в своей жизни, однако она очень ответственна, она помогала маме, когда она справлялась с проблемами папы, который злоупотреблял алкоголем и потом она вошла в эту роль покрывать отца, помогать маме, она очень заботливая ответственная женщина и вот эта роль то есть так сложилось ее мышление ее эмоциональное состояние где она чувствует себя нужной в семье, когда она помогает или спасает алкоголика. Папы уже нет, хотя она этого конечно ненавидела, что имело место, сформировалась таким образом и потом легко они вступают в эти отношения с другими людьми. И обычно так бывает, что вот, скажем, закончила жизнь такая женщина с этим мужчиной, но она вступает в отношения точно с таким же человеком. Если она этого не осознает, что с ней происходит в эмоциональном плане, если она не поменяет себя и перестанет подходить к этому человеку. И она на самом деле, как алкоголика от алкоголя получает этот кайф на некоторое время, она тоже от этого алкоголика иногда счастлива. И для нее это хватает, так как алкоголик выпивает, скажем, я говорю, в сутки, он получает может 20 минут хорошего, когда только начинает употреблять. И такой человек, как ни странно, он может дать такой женщине то, что ей нужно, проявить к ней такую любовь, что потом ей этого не хватает. То есть она может быть некрасива. И представьте себе, человек, который манипулирует другими, он знает, на что нажимать. Но не так, что он сел в книжки и читал манипуляции и этому научился. Этому можно научиться. Я не рекомендую для того, чтобы манипуляцией пользоваться и подчинять себе других людей. Это некоторые делают. Это делается в рекламе, в бизнесе с подчиненными и так далее. Но, конечно, это неправильно. Посмотрите, что он делает. Когда они знакомились, там уже были симптомы, где он мог увидеть, какие слова срабатывают на нее, в каких отношениях, что является ей слабостью. он несозначенно эти разговоры складывались так, что он приучился к ней, к этой манипуляции. И потом он практикуется и совершенствуется в этом. Например, скажем, низкая самооценка эта женщина имеет, что она некрасива. Дело не в том, она красива или нет. Нет, важна эта самооценка. Она может нормальной женщиной быть. А вот есть низкая самооценка, что она некрасива. но тем более она может быть там полной, что-то еще, какие-то основания есть. Но и так она не получает внимания. Она сомневается в своей внешности. А он знает, когда ей говорит, что она самая красивая в мире, что такой нет. Он знает, когда общается и ему одни что-то нужно, но нужно деньги, чтобы она решила какую-то проблему, не уходила от нее. Он может тогда сыграть вот на этом, сказать, что все другие некрасивы, а она самая красивая. И она чувствует себя с этим человеком, с этим манипулятором, как королева, просто. Она чувствует себя хотя бы 20 минут в течение дня, так они ругаются, но время от времени она чувствует себя особенной женщиной, необыкновенной, королевой, и ради вот этих 20 минут она готова страдать. Он будет избивать ее, изживаться над ней, вся жизнь будет кошмаром. Но вот этот момент кайф она получает. И смотрите, что такой человек, это просто пример. То есть, когда кто-то манипулирует, то есть у нас есть такие моменты, где мы можем поддаваться этим манипуляциям. К сожалению, родители нас тоже так воспитывали, очень часто использовали манипуляции. Причем они и сегодня ее могут использовать. Мама, папа, взрослые, мы взрослые. Обратите внимание, что такое манипуляция. Мне хочется еще коротко сказать. Я не знаю, наверное, вам всем спать хочется. Мои друзья, манипуляция, чем отличается от нормальных отношений. В нормальные отношения, я уже говорил, что это как договор, как деловой договор, где обсуждается условия взаимовыгодные, что я тебе даю, что я получаю взамен, и там не должно быть особенных эмоций. То есть договор по бизнесу это разного рода факты. Мы договариваемся о сотрудничестве, кто что делает, и сколько за это получает. И такими должны быть построены отношения в семье, на договоренности, как мы будем жить, что нам позволительно, кто работает, кто распоряжается деньгами, кто во сколько приходит, нужно ли звонить, где я провожу время, и так далее. Чем больше мы договариваемся, обсуждаем подробности, тем потом лучше построена семья на жизнь, меньше конфликтов. Если что-то произошло не так, помнишь, мы договаривались, ты говорил, что будешь так и так делать. То есть мы, когда все основано на этом согласии, обсуждали разные ситуации в жизни, договорились спокойнее, без эмоций, тогда это хорошая семья, тогда это теплые отношения. Мало поводов для ссоров, скажем, там все можно решить, потому что все пункты прозвучали. Если ссоров нет, посмотрите, тогда больше счастья. Мы в жизни, как мы должны чувствовать себя счастливыми? Это тоже в семейной жизни. Мы должны избавляться от того, что нас лишает радости и добавлять то, что увеличивает радость. Поэтому, например, в семейной жизни нужно о том, как избавиться от конфликтов, от ситуаций неприятных, чтобы их было меньше. И что делать, чтобы увеличить количество приятных совместных Вот и так увеличивается счастье нашей тоже личной жизни. Я должен добавить того, что мне доставляет удовольствие и избавиться от того, что для меня неприятное. И тогда становится человек более счастливым. И еще вернемся к этим нормальным отношениям и манипуляции. Обратите внимание, когда вы разговариваете с людьми, это может быть на работе, когда кто-то пытается вами манипулировать в семейной жизни. Родители могут, потому что они нас так воспитывали, и если они книжек не читали, они могут и сегодня так делать. Когда чего-то они от нас хотят, чтобы мы что-то сделали, ну вот есть там, что-то возникло, не знаю, денег дали, выполнили какое-то задание, ты сделай вот это и вот это, а мы не хотим этого делать, потому что мы считаем, может мне не хочется, или я считаю это вообще ненужным делать, и я, например, как взрослый человек, я могу сказать своим родителям нет, или работодачу, нет, извини, или жене, нет, я этого не делаю, то есть это не входит в наши договоренности, и тогда, когда, посмотрите, что делает манипулятор, он начинает играть на наших чувствах, это могут быть разные, он может делать что-то унижительное, например, может использовать стыд, страх, я тебя, если что, если ты будешь этого не делать, я тебя оставлю, или я обижусь тобой, не буду говорить, страх, или он скажет, там спутник скажет жизни, а вот муж вот этой, он делает, а ты не умеешь, посмотри, вот другие все мужья, или вот там скажем Александра вот умеет своей жене такое сделать, а ты то, что не умеешь, вот и когда мы сравниваем мужа и жену с кем-то, мы ставим человека в такое, загоняем в чувство стыда, или мы начнем говорить, почему ты не сделаешь, что ты дурак, не умеешь, и вот эти разные ситуации, когда не просто обсуждаем факты, почему-то нужно что-то делать, и мы доказываем, можно иногда объяснять, почему это важно, но когда задеваются чувства, мы человека заодно унижаем, обижаем, например, пугаем, например, или, знаете, как можно сыграть, ты что, меня не любишь, вот так родители, это все из детства взялось, потому что, когда, например, ребенок за столом не хотел кушать, чего-то там еще не хотел сделать, убирать, блоки делать, тогда его что, или заставляли насильным, страхом, не сделаешь, я расскажу папе, а он тебя накажет, к примеру, и тогда страшно, и человек делает, уступает, потом чувство стыда, то, что я уже вспоминал, или из любви, ты что, меня не любишь, не сделаешь этого ради меня, и вот таким образом играется на чувствах другого человека, это все разные примеры манипуляции, и когда во взрослой жизни кто-то вам ведет себя таким образом, на работе, мы можем уступить, потому что нам кто-то, как будто он прямым языком не говорит, но он хочет показать словами, что мы его не уважаем, не любим, обижаем этого человека, как ты можешь мне помочь, ты меня не уважаешь, это очень часто там алкоголик, когда бросает он пить, его в компанию, он говорит, я не буду, извините, я не пью, ты что, меня не уважаешь, но теперь как, я же должен, потому что обижаю хозяина, это манипуляции, разного рода манипуляции, которые применяются, если мы вот это видим, мы должны учиться отстаивать свое мнение, не делать того, что другим хочется, даже, вот знаете, когда я вижу манипуляцию, я могу что-то сделать другому человеку, скажем, у меня времени нет, и я считаю это неправильным, я могу просто отказаться, промолчать, потому что мое такое решение, извини, я не могу, у меня времени нет, а если кто-то манипулирует, я это замечу, не всегда я это вижу, но когда я замечаю, мне в двойное, в два раза больше не хочется этому человеку что-то делать, потому что он использует такие методы, для того, чтобы его можно чуть-чуть проучить, для того, чтобы он не привыкал к тому, что везде использует свои, скажем, поганные методы, для того, чтобы другие делали то, что он хочет, Поэтому, когда мы видим манипуляцию, мы должны постараться отстаивать. Нет, извини, со мной такие игры не сработают. Как вести себя, вот это называется ассертивность, наверное, тоже и на русском языке есть такое слово. Как вести себя так с другими в нагоциациях, чтобы отстаивать свое мнение. Уметь сказать нет или просто вести такие нагоциации, где будут сохранены наши границы в общении. Мы не будем обижать другого человека и не позволим, чтобы он нас обижал. Потому что есть такая крайность. Люди, которые учатся избавляться от манипуляций, они потом вторую крайность падают. Очень часто теперь они, когда видят манипуляции, они тоже этому человеку отвечают, обижают его. Но речь не об этом. Не о том, чтобы стать похожим на этого человека. А речь о том, чтобы стать прямым, нормальным, здоровым человеком. И потом строить отношения с другими здоровыми людьми. Отношения на этой договоренности, честности, любви. А не на играх, основанных на чувствах, манипуляции, обмане и так далее. Ну что ж, мне приятно было поразмешать на этой теме. Это очень важно, я думаю. Многие от этого страдают, потому что проблемы с алкоголем, они очень распространенные. И тогда везде это имеет место. Манипуляция. Это передается с поколения в поколение. И пока мы не станем следить за этим, и когда мы ничего, не станем видеть чего-то у себя, потому что мы можем у кого-то увидеть, но мы ничего не сделаем с другим человеком. Нам важно всегда смотреть, следить за собой. Вот что из меня выросло, скажем, что в меня заложили, какие чувства. И мы иногда видим, что что-то не то, повторяется у меня одна и та же ошибка. Но а в чем причина? Тогда нужно искать ответ, нужно задавать вопрос. Пишите, звоните, не знаю. Когда мы видим, что почему-то я попадаю в одну и ту же ситуацию. То есть я с одной работы, у меня были конфликтные отношения с кем-то там. Вторая работа, я меняю, там тоже самое повторяется. Я почему-то встречаю такие же ситуации в жизни. Потому что мы притягиваем не случайно вот этих людей и этой ситуации. Мы не меняемся, и поэтому ситуации встречаются одинаково. Так что очень часто проблема в нас, и мы должны там сами себя вот исправить, и исправиться тогда окружение, оно будет лучше. Жду новых комментариев. Спасибо, что вы присутствовали все. Ну что ж, я потом буду читать с удовольствием. Делайте репосты, если считаете это полезной информацией, нужной, практичной. Наверное, договариваемся на завтра в 23 часа вечера по московскому времени. Я так считаю эффективным. Если напишите, что по-другому лучше, я тогда посмотрю, можно делать в другое время. Мне бы хотелось, чтобы присутствовало как можно больше людей одновременно. Тогда будет намного еще интереснее. Желаю вам хороших, теплых отношений, основанных на любви. И спокойной ночи. До завтра, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok